Всем привет! Сегодня мы говорим про таурин и психоэмоциональное состояние. Напоминаю, что у людей с проблемами с желчатоком, с проблемами с сахаром в крови, во многих случаях есть проблемы и в других сферах. Соответственно, это видео носит рекомендательный характер, никак не отменяет похода к врачу, но все же давайте поговорим об этой истории. Насколько важно профилактировать многие состояния. Поговорите со своим доктором о приеме таурина. На что он может влиять? Во-первых, на кардиоваскуляторную систему, на восстановительную систему. Он помогает не выходить ни натрию, ни калию из клеток, то есть профилактирует различные состояния. И, соответственно, это аминокислота, которая образуется из цистеина. Таурин часто называют серосодержащей аминокислотой, но, соответственно, формологические свойства очень-очень серьезные. И может вызывать и противокатарактное действие оказывать, может и метаболическое действие, и может работать с гиппокампом, то есть в области мозга, связанной с памятью, способствует регенерации мозга. То есть огромные-огромные моменты помощи. Но есть и побочные действия людям с болезнями почек, желудочно-кишечного тракта, язвенной болезнью, двенадцатиперстной кишки. Это не особо рекомендовано. Но в других случаях, ребята, таурин действительно может быть профилактикой разных-разных моментов, от которыми человек страдает. И кардиотопное действие, и, соответственно, заживляющие процессы в организме. И это работает внутри клеток. Постарайтесь помогать себе натуральными средствами. Напишите, кто пробовал, кому доктор выписывал, и как вы справлялись.